С восьми утра на подъемнике курорта «Горки-город» очередь. Жители южного курорта полюбили традиционные северные забавы. Во Всемирный день снега отправляются на отметку 960. Невысоко, зато безопасно для начинающих. Есть семьи, есть взрослые дети, бабушки, дедушки приходятся своими внуками. В общем-то это массовый постап соревнований. Всемирный день снега отмечают в Сочи только второй раз, зато с южным разбахом. Крутые повороты и высокие трамплины преодолели участники открытых краевых соревнований по горнолыжному спорту среди непрофессионалов. Всемирный день снега – это праздник в любом случае. А для нашего горнолыжного курорта он не может быть ни праздником, возведенным в квадрат. Сегодня мы показываем, где дети, может быть, какие-то профессиональные спортсмены делают первые все шаги на какой-то такой профессиональной карьере. В 2007 году мы перебрались по работе в поселок Красная Поляна. И первое, что пришло в голову, это, конечно же, надо давать детей в горнолыжный спорт. Все семьей, каждые выходные, в будни не позволяет работа, выходные обязательно в 7 утра подъем, ранний завтрак и на горнолыжный склон. Для 11-летней Насти это пусть первые и любительские, но настоящие соревнования по горным лыжам. И сразу успешные. После спуска один из наставников горнолыжной школы пригласил девочку на тренировку. Нам сразу, в принципе, понравилось. Даже падение и все остальное нас не пугало. Сам снег, скорость, красота вот эта новогодняя. Поэтому мы решили заниматься этим основателем. Щеки щиплет морозный воздух, а снежные вихри разлетаются во все стороны. Страх падения в этот день побороли даже совсем юные экстремалы. Младшему участнику массового спуска всего 4 года. С хохотом и восторженными криками, свободный от лыжников склон, облюбовали желающие прокатиться с горы на тюбинге, ледянках или даже обычных пакетах. И здесь чем быстрее и страшнее, тем веселее. Почувствовать себя экстремалом или просто вдоволь наваляться в снегу, поиграть в снежки и потом согреться горячим чаем. Все это для жителей южного курорта еще в новинку. Но судя по тому, сколько людей в воскресное утро уехало с солнечного побережья в заснеженную сказку, зимние забавы уже стали любимым развлечением сочинцев.